Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Алексей Тарасов. И сегодня мы поговорим с вами о библиотеке построения пользовательских интерфейсов React.js. Наш сегодняшний вебинар будет посвящен очень простому примеру использования этой библиотеки при построении календаря на месяц. Ну, как это обычно бывает, мы должны выдержать несколько формальностей. И, пожалуй, начнем с того, что я являюсь преподавателем специалиста уже более 8 лет и являюсь автором курса в специалисте, посвященного React.js и JSX. Мы должны сегодня поговорить о том, как использовать эту библиотеку, но наш вебинар бы не состоялся, если бы мы не немножко прорекламировали наш курс. Поэтому начнем с того, какие проблемы встречаются у разработчиков и какие проблемы поможет решить наш курс. И вообще, например, использование библиотеки React. Во-первых, когда мы с вами начинаем заниматься построением пользовательского интерфейса, то есть UI, как только он становится чуть более сложным, чем изначально планировалось, то управлять таким интерфейсом становится сложно. На первых шагах это может быть просто чистый HTML. Приветствую вас, Павел. Потом появляется самописный JavaScript, возможно, добавляется еще какой-нибудь jQuery. И в один прекрасный момент вы вдруг понимаете, что ваш код превращается в своеобразную пасту из коллбеков, из событий и так далее. И это очень затрудняет нашу работу. У нас Алексей спрашивает, можно ли получить доступ к трансляции из класса. К сожалению, я такой вопрос технический сейчас, Алексей, решить не смогу. Если вам несложно, пожалуйста, наберите наш комплекс Таганский и свяжитесь с техническим отделом. Потому что, к сожалению, вот такие моменты я не смогу ответить. Павел спрашивает, со звуком ли все в порядке? Ну, все вот, Евгений, Александр и некоторые люди слушатели сказали, что со звуком все в порядке. На всякий случай, я еще раз скажу, что со звуком все норм. Со звуком все норм. Проверяйте, барбон. Дальше. Следующее. Когда мы работаем на курсах по JavaScript, мы преследуем какие-то определенные цели. Но у нас не всегда получается создать большое количество межкурсовых примеров. То есть, когда пример затронутый в начальном курсе, рассматривается далее. У нас часто бывают проблемы, когда люди, пришедшие на React, у них отсутствует опыт решения прикладных задач. И сегодня мы как раз одну из таких задач прикладных хотели бы озвучить и посмотреть. Ну и другие есть проблемы. Отсутствие свободного времени, когда взяться за все это. Одна из самых больших проблем – это трудный старт в React. Разработчики, которые не знакомы с JavaScript, практически безнадежно могут влипнуть в долгую историю с изучением. Те, кто знает JavaScript поверхности, тоже могут зависнуть. Поэтому я всегда стараюсь дать ориентир и подсказать, что нужно посмотреть и с чем он означает при работе с React. Так вот, мы сегодня, во-первых, возьмем и рассмотрим очень простой пример. Пример, который у нас родился на курсе JavaScript 1 и JavaScript 2 – это построение календаря на один месяц. И, с одной стороны, это простой пример, с другой стороны, он связан с нашим существующим опытом. То есть те, кто были на курсах предварительных, они помнят эту задачу у меня на занятиях. Те, кто не был, они имеют представление о том, что такое календарь и какие вещи там нужно отображать. Например, название месяца, номер года и правильно отображать дни, недель каждого календаря. И поможет нам во всем этом как раз React.js – библиотека по построению пользовательского интерфейса. Ну и так вот совсем формальная вещь – это приветствие и приглашение на курс React.js. Он стартует у нас на следующей неделе, в понедельник, и пройдет два дня. Темп достаточно большой, поэтому оцените свои силы, и если решитесь, то ждем вас на этом курсе. Там мы охватим самые базовые вещи. Не буду сейчас далеко и подробно вдаваться в терминологию React, потому что нам еще сегодня предстоит много чего написать. В общем-то, в треке наших курсов по JavaScript, этот курс по React идет сразу после курса JavaScript расширенного. То есть, если вы знаете основы JavaScript, если вы знаете основы работы с домом и событиями, то вполне возможно, что самое время начать работать с React. Ну и маленькие плюшки, которые вас ждут на курсе, во-первых, практика. После каждой лабораторной работы нас ждет интересная, после каждой темы нас ждет интересная лабораторная работа, набор микротестов, которые позволят вам закрепить материал, и конспект занятия. Ну а теперь, пожалуй, давайте начнем говорить о нашей проблеме. Итак, нам нужно построить календарь на месяц. С чего же начать? Когда вы первый раз стартуете работу с React, вы можете выбрать один из двух вариантов. Первый вариант предполагает, что вы копируете скрипт React и подключаете на своей странице через TeddyScript. Я считаю, что это оптимальный способ для начинающих разработчиков, потому что им удобно, быстро, можно наглядно выполнить такой легкий light start. Но когда вы уже погружаетесь глубоко во работу с React, то вам вдруг начинает быть нужна упаковка отдельных компонентов React, кусочков вашего приложения в отдельные файлы. И в этом случае не обойтись без сборщика пакетов, без вебпака. И для многих это возникла такая проблема достаточно большая, потому что мало того, что нужно React начать стартовать, еще вебпак, потом там подключаются еще дополнительные библиотеки, которые де-факто очень многими используются, как само саморазумеющееся. То есть это Babel, это другие библиотеки. И, в общем-то, разработчик попадает в очень сложную ситуацию. Поэтому я на нашем сегодняшнем вебинаре решил показать хитрый способ, второй способ. Мы будем работать с вами как раз, используя не явно и сборщики пакета, и форматировщики кода, а не подключать React при помощи скрипта, как это мы делали в прошлом бесплатном вебинаре. Но возникает вопрос, как я это сделаю, ведь у нас остается там всего каких-то 30 минут, и, в общем-то, хотелось бы, чтобы мы все успели. Так вот, существует огромное количество онлайновых редакторов, и наверняка вы уже слышите о части из них. Это JazzFiddle, это CodePen, это CodeSandbox, это JazzBin.com и куча других. И в свободное время я тестирую работу над своим онлайновым редактором, testhost.ru, и собираюсь переводить его тоже на React. Поэтому это дело очень перспективное, очень удобное, там уже сокрыто много чего полезного. Поэтому, вот, если вы соберетесь успевать, дублировать мой код, то можете тоже зайти, а если нет, то можете просто понаблюдать за рассуждениями, и потом посмотреть видео этого занятия уже непосредственно на канале специалиста в разделе, который посвящен у нас чему? Специалист ТВ, раздел, посвященный готовым видео. Итак, я забираюсь в приложение CodeSandbox и выбираю пунктик, который связан у нас с этим вот синим фрагментом. Почему-то у меня сейчас неудачно это происходит, почему я пока сказать точно не могу. Ну, может быть, у меня здесь этот сервис выдает какую-то проблему, что-то там, какая-то ошибка у него там появляется. Ну, очень жаль, конечно, потому что с этим сервисом у нас бы получилось все гораздо бы кипче сделать. Но такой вариант работы у нас был, скажем так, предусмотрен, вдруг если что-то пойдет не так. Поэтому я сейчас попробую совсем резервную копию этого редактора открыть. Благо дело я ее на досуге приготовил. Вот. И, соответственно, можно даже будет достучаться до этого фрагмента, вот так вот, через постоянную ссылку. Давайте я вам сейчас ее закину в чат. Так можно будет следить за работой и стараться вникать в саму эту работу и стараться въехать, что же там, почему. Напишите, пожалуйста, плюсик в чат, если нормально видно. Если нет, я попробую либо отмасштабировать, либо все-таки мы попробуем подумать и посмотреть, стоит ли использовать что-нибудь другое. Плюсик в чат, если нормально видно. Так. Спасибо. Спасибо. Окей. Ну, первым делом начнем с того, что, когда вы работаете с React, начиная, используя различные Node.js и команды импорта, любая работа, она у нас всегда начинается с HTML файла. Вот, пожалуйста, у нас есть обычный, стандартный HTML файл, у которого есть хет, боди и все остальное. Важно, что у этого HTML файла у нас есть обязательно какой-нибудь div, который будет отрисовывать наше приложение. Он может называться div.id.root, он может называться div.id.app. Именно вот сюда JavaScript, React будут выполнять свою отрисовку и выполнять свой код. Также рядом в сурсных папках, вот здесь вот, видите, да, у нас находится, во-первых, стартовый код приложения на React. Я открыл именно тот фрагмент, который у нас по дефолту предлагается этим приложением. И какие-то стили. Стили нам сейчас неинтересные, можно лишь сказать, что обычно разработчики, когда создают компоненты, то есть отдельные кусочки приложения на React, они называют стилевые классы под названием компонента. Вот app, например, соответствует некоторому приложению app. Также обратите внимание, что приложение React, я уже сказал, делится на компоненты, и компоненты могут создаваться различными способами. Первый, самый простой способ – это создание компонентов через функцию. То есть вот здесь написана обычная JavaScript функция, но она, обратите внимание, использует нотацию записи с заглавной буквы, это раз. Она называется приложением app. Это не обязательно, но так часто можно встретить в приложениях на React. Дальше обратите внимание, в верхней части строки, вот кто у нас на курсах, JavaScript первый, второй бывает, вы, скорее всего, вот этого не видите. Команда import, она появилась в JavaScript в 2015 году, и с тех пор ее достаточно часто используют разработчики. Как бэкэндеры в Node.js, так и фронтэндеры при сборке проекта, так чтобы в итоге на странице у вас появлялся один JavaScript файл на все приложение. Ну и тут подключаются стили. Итак, работа с React начинается с того, что вы подключаете две библиотеки – React и React.dom. Это нужно выполнить как-то отдельным способом, либо скриптами, мы решили так не делать, либо просто выбрать готовое приложение в код самбокс, как я поступил, и импортировать нужные нам объекты куда? В переменные. В данном случае это переменные React и переменные вендоры. Дальше из того, что нужно обсудить до того, как мы начнем что-либо выводить, обратите внимание на вот этот кусочек кода. У нас в 16 стаке присутствует функция Render, которая импортирована из библиотеки React.dom. И у нее сейчас задано два аргумента. Это стандартный синтаксис отрисовки содержимого в React приложении. На втором месте у нас находится стандартный домовский метод GetElementByEd. Знакомый по курсу JavaScript оширенный всем нашим разработчикам. То есть это означает, что я ищу элемент с ID-шником. Рут, вот он он, и подключаюсь к нему. А вот первый аргумент, друзья, это уже фишка, которая часто используется с React, это уже синтаксический сахар, который носит название GSX. Многим, кто видит первый раз этот код, начинает казаться, что они видят что? Теги. Но это не теги. Это специальный компонент, написанный на JavaScript, на JSX. Если вы напишите просто так, такой кусок кода в стандартном JS, первому, второму, у вас это все всегда завершится ошибкой. Но только не при работе с React, который поддерживает подключение JSX. Еще раз, JSX это не часть React, но использовать его с React очень здорово и модно. Если по-русски, то вот эта функция у нас, когда React видит компонент app, отрисовывает то, что возвращается у нее из return. Вот мы что обычно на эту функцию возвращали? Мы там возвращали булево значения, строки, числа. А тут что возвращается? Посмотрите внимательно и скажите, что же здесь возвращается? Так вот, ответ, здесь возвращаются HTML-ные теги, неверный. Потому что, как и при работе с app, вот эта штука, она представляет собой что? JSX. И хотя весь предыдущий наш опыт, наверное, показывает, что это все-таки похоже на div, и это похоже на h1, это JSX. То есть, если я напишу там свой какой-то компонент, например, ну, если у меня не будет особо фантазии, напишу там, например, тег открывающийся Тарасов и скрывающийся тоже Тарасов, и он тоже будет у меня работать, правда, соответственно, никакому тегу не поставится. В общем, думаю, что это не будет очень эффектно. Итак, мы выбрали самый простой вид компонента, app, вот эту страничку, вот эту страничку у вас есть. Что дальше? С чего начать приложение по построению календаря? Самым первым делом нужно сделать как-то так, чтобы у вас получился фрагмент, отображающийся в отрисовке, вот здесь вот. Мы можем написать новый компонент прямо вот здесь, а можем создать для него отдельный файл. Поскольку мой тайминг показывает, что я где-то пару минут потерял, на то, чтобы код из анбокса меня запустился, я прихожу к выводу такому, что мне нужно сейчас компонент с отрисовкой календаря нарисовать прямо вот здесь. Я записываю стандартную обычную функцию. Да, еще я не сказал. К сожалению, на простых совсем примерах, типа сейчас вот как мы с календарем сейчас строим, все плюсы реакта прочувствовать, скорее всего, не получится. Более того, может показаться, и возможно это будет правдой, что работу с реактом на построение календаря противоестественна. Но как только ваш проект начнет активно использовать созданный компонент, вы сразу сможете изменить ваше мнение. Итак, давайте посмотрим, что здесь сейчас получилось. Я создаю обычную функцию month и внутри прописываю вот такой вот тоже return. Вот он, return у меня. Также ставлю круглые скобки, чтобы мне было удобно работать. Обратите внимание, что он пишет, что у меня там проблема. В этом плюс этого редактора. Моментальное отображение ошибок. И далее мы вот здесь указываем что-нибудь. Какой-нибудь тестовый фрагментик, который покажет нам, что у нас там что-то отрабатывает. Я записываю то, что мы привыкли с вами делать на курсе HTML, на курсе JavaScript. И дальше, да простят меня мои разработчики, Я указываю здесь атрибут, который, если вы хотите быть аккуратными, никогда вы не будете использовать в продакшн-версиях. Это запрещенный в HTML5 атрибут, бордер один. То есть лучше это CSS делать. Следующим шагом мне нужно убедиться, что у меня действительно все отрабатывает. Обратите внимание, при сохранении такой таблицы, поскольку внутри ничего не было, этот редактор сворачивает эту таблицу до одного как бы тега. Но еще раз, это JSX компонент. Почему на экране мы ничего не видим? Очень просто. Нам вот этот компонент нужно прорисовать уже в самом приложении. Ну, если бы я был слушателем, который совсем с React никак бы не был связан, то, пожалуй, в эту минуту я бы почувствовал какую-нибудь печальку. Возможно, кто-то сейчас тоже ее чувствует. Но еще раз, если вы вникнете в идею работы с React, вам очень понравится. Написал функцию, теперь беру и говорю, month, слэш, угловая скобка, сохранил содержимое. И вот здесь, посмотрите вот сюда, у меня появилась точка. Кто видел таблицу с бордюром единичкой, и кто подтвердит, что вот эта точка, это и что есть? Это и есть наша с вами таблица. Таким образом, если я все-таки создам привычный мне вариант записи таблицы, открывающийся тег, закрывающийся тег, вот так вот, и внутри создам ТА, помните ТА, раздел со строкой, а внутри создам ТД на прототип нашего будущего с вами календарика, вот так вот, вот так вот, вот так вот, единичку какую-то напишу, то у меня вот здесь появится единица. Привыкнуть к такому синтепису первое время может оказаться сложно, но мы сейчас видим, что таблица вот она отрисовалась. Просто отобразил. Нужно мне еще раз отобразить этот календарик, я беру и говорю, еще раз, у меня вторая таблица отрисуется. То есть, тут есть своя логика, тут есть свой смысл. Я вижу, что у нас прошло 20 минут от начала занятия, и, наверное, попрошу вас задать вопросы, иначе в монолог превратится мой семинар, и, в общем, от этого вряд ли мы получим какой-то плюс. Пожалуйста, напишите свои вопросы прямо в чат. Итак, самое главное и интересное теперь остается в том, чтобы создать каркас для таблицы, мы вспоминаем, в месяце у нас бывает задействовано от 4 до 6 недель. Это означает, что нам нужно будет 4-6 TR вставить. Правильно, да? И в каждой неделе 7 дней, что тоже, в принципе, понятно. Смотрите, как мы начинаем действовать. Мы берем и говорим. Давайте укажем в виде свойства месяца, например, год месяца, который мы хотим указать. Обычно это очень похоже на то, как мы записываем атрибуты. Давайте. Mon, Fier. И говорим 2019. Можно было бы, конечно, там исправиться без попробовать фигурных скобок, но фигурные скобки подчеркивают в GSX, что мы помещаем туда вычисляемое значение. Другими словами, если вы вот тут захотите написать NewDate в круглые скобки и дальше Get4E, что вы изучали на курсе номер 1 JavaScript, то у вас эта штука там будет внутри рассчитываться, что, в принципе, классно и нормально. Поскольку вот так вот дату с годом туда вставлять, на мой взгляд, это не очень классная идея, то я скажу, что у меня здесь будет отдельно создана переменная, которая будет считаться как date.getFullYear, то есть, другими словами, я получаю год вот в эту константу. И также то же самое я делаю вместе с чем? С месяцем, потому что я хочу текущий месяц получить, а не какой-то там Get... Все-таки это классно. Да, вы смотрите, он еще и стандартно встроенные методы подсказывает. Ну, просто класс. Тогда вот здесь я указываю EE. Все достаточно рутинно просто. А вот здесь я указываю, что у меня это будет номер месяца. Сори, тигурные скобки, нос. Хорошо. Теперь возникает вопрос, как обратиться к этим параметрам года и месяца из вот этой вот функции. А оказывается, все, что вот здесь передается, я не просто так назвал свойствами, а не атрибутами. Все, что тут передается, попадает в объект под названием props. Вот здесь. Мы еще раз строим самые простые функции на реакте. Никаких стейтов, никаких классов, ничего. И когда у нас вот тут попадает props, мы можем из него получить и параметр e, и параметр months. Правильно, да? Это можно сделать как простым способом, а именно взять и сказать, что у нас будет props.e. Вот так вот. Правильно, да? Вот кто у нас работал с объектами, подтвердя. Так и при помощи деструктуризации. Ну, я боюсь, что про деструктуризацию не все могли слышать. Поэтому покажу вариант такой, что 100% прокатит. Вот так вот. Ну, в смысле, будет понятен, будет естественно. А вот тут вот в комментах покажу вариант, который, возможно, кому-то пригодится потом. Вот так, вот так. И это равняется у нас props. Вот этот вариант уже такой, более интересный, краткий, лаконичный. Ну, вот. Итак, мы узнали, какой год сейчас и какой у нас месяц. Отлично, супер. Давайте узнаем, на какую дату, текущую дату, мы будем строить календарь. Мы создадим new date, new date, и укажем у него вот эти два аргумента. E и max. Ничего нового здесь я вам абсолютно не рассказал. Ну, а дальше, опять не поджимает время, я спешу построить каркас таблицы размером 6 на 7. Как это сделать? Ну, давайте сделаем следующим образом. Первым делом я скажу, что у меня есть константа под названием roast. И она равняется 6. Потом, если время будет позволять, мы наведем там порядок. Вторая константа будет равна close. И она равна 7. 7 дней в неделю. Тут ничего сложного нет. Третий вариант. А, да. И у нас вот здесь вот начинается какой-то цикл. Теперь возникает очень большая проблема. Мы не можем склеивать строчки вот эти JSX, как мы это привыкли делать на кольце HTML1 и JavaScript1. Не можем. Поэтому нам понадобится здесь еще парочку величин вспомогательных. Ну, на скидку, это будет величина table. Это будет у нас таблица. И это будет у нас, обратите внимание, массив. Это первая странность, которую мы здесь должны сейчас к ней привыкнуть и запомнить. То есть еще раз, таблица не строка, в которую мы будем нанизывать содержимое, и не домовский объект. А у нас это просто массив. А дальше в цикле я начинаю делать эксперимент вот такого плана. i идет от чего? От нуля и до чего? Легко догадаться. До роуса. Да, i++. Вот так вот. Это первый шаг. И внутри, очевидно, вот здесь у нас будет второй шаг. Это цикл от j0a до j меньше коллса. То есть это что означает? Это означает, что мы хотим с вами сейчас пробежаться и сделать 7 дней в неделе. Вот так вот это. Сейчас мы это дело попробуем сохранить. Ох, он даже там отформатировал. Круто. Вот получается, какая у нас красота. И вот теперь самое любопытное, интересное, и то, что непривычно, и то, что у меня вызывало оттожжение, когда я начинал работать с реактором, и курс сам создавать. Это склейка вот этих вот вещей всех. Мы, по-хорошему, должны вот тут вот в TR-ку на каждом шаге помещать, пуш, новый элемент массива. Представляете? Новый элемент массива. А что туда помещаться должно быть в TR-ку в качестве нового элемента массива? Что является ячейкой таблицы? Какой тег? Какой тег? Кто помнит? Окей. Там TD-шка должна быть. Мы не можем просто TD-шку сказать. Поэтому мы берем и говорим, там у нас будет что? TD-шка на формате GSX. Вот такая TD-шка. Вот так. Ну и для того, чтобы мы там хоть что-нибудь увидели, мы поставим там единицу, вот так вот. Вот тут сейчас рано пока смотреть, это на будущее. Теперь, когда мы создали всю строчку, мы должны ее поместить куда? В таблицу. Поэтому мы говорим, пуш, чего? В таблицу TR, TR, вот так вот. Но таблиц, но строчка, там же только ячейки находятся, она должна быть обрамлена чем? Давайте посмотрим, что у нас тут сейчас получилось, когда мы вместо вот этого тейбла вернем здесь, например, вот в этом фрагменте, table нашу переменную. Обратите внимание, сюда посмотрите, table, это что сейчас такое? Это просто строка. А мы говорим, это должно быть выражение, как вот с долларом, фигурками там это было. И у нас отрисовали здесь кто? TR-ки. Круто. То есть вот эта TR-ка сейчас у нас размещается как что? Как просто строка. Тоже исправляем. Берем, говорим. Теперь это что? Ячейки. Вот они как ячейки пошли. Тоже неплохо. Единственное, что что-то у меня дней в неделе получается больше, чем нужно. Ну-ка, еще раз, 6 колонок. Так, а чему колу сравняется? Колу сравняется 7. Mi, J++. А, друзья, сори. Вот эту штуку надо каждый раз при каждой итерации чистить. Тут, конечно, я немножко поспешил, потому что если вы не будете каждый раз TR-ку опс, сори, 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 чистить, то у нас получится, что на каждом шаге она будет у нас вырастать. Вот что получается, когда мы строим в цикле набора компонентов. Как-то так. Дальше разбуждаем следующим образом. Ну, конечно, круто. Тут единицы, все. Как сюда задать число? Вот сюда. Число можно задать вспомогательной переменной. Я могу задать какую-то новую переменную k, равную единице. Вот она, k равна единице. И вот сюда вставить в виде чего? В виде тоже k. А потом это k плюс 0 оператором инкремента. Ну, я надеюсь, все такое помнят. Ура! У меня появился месяц от 1 до 42 дня. Меня разбирает радость. Может быть, это месяц, совмещенный с отпуском. Представляете, 42 дня было бы круто. Но это просто таблица, которую мы могли бы построить и так просто при помощи джесса. Мы на реакте сделали. Дальше начинается причинусывание. Тут уже самое интересное. Мы посмотрели. Поэтому я все-таки надеюсь, что вопросы появятся. Значит, как теперь сделать, чтобы у нас, во-первых, количество дней было до, сколько у нас в марте? До 31. Потому что мы можем просто так взять и написать 31. Правильно, да? Мы должны с вами посчитать, сколько дней у нас в месяц. И вот кто задачу решал на постоянный календаря, сам в группе, тем уже становится скучно, по идее, потому что мы это уже 100 раз обсуждаем. Кто первый раз видит, полюбуйтесь. Мы берем и говорим. Вот у нас следующий месяц, дата следующего месяца. Текущий плюс 1. Правильно, да? А это какой? А это текущий. Раз. Вот получилось у нас что? Две. Две даты. Как узнать, сколько дней в месяц по двум датам? У нас некоторые сразу показывают по костяшкам, посчитать, в массиве сделать что-то. Нет. Мы можем сказать, что diff, разница, вот она, diff, будет считаться как next, next, минус current. И что получается? Ну, все, кто знают, как это работает, они скажут, что получается разница в миллисекундах. То есть diff показывает, сколько у нас разницы в миллисекундах между первым числом текущего месяца и первым числом следующего месяца. И делим это все на количество миллисекунд в месяц. Я не помню, сколько там, поэтому 1000 умножить на 3600 умножить на 24. Вот столько у нас разница, сколько у нас дней в чем в марте. Проверяем, смотрим. О, 25, сейчас. Эх ты ж. Див. Ну, вот он, 31, что совпадает с текущей ситуацией. У вас для любого другого месяца это тоже посчитается как нормально. Вот. Как только вы посчитали количество месяцев, ой, сори, 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 дней, дней, вы забираетесь вот сюда, вот где-то он идет куш, и говорите, если k больше нуля и k меньше чего, diff, разница вот этой вот, да, то, в вопросе, в этом случае мы печатаем k, а иначе мы ничего не печатаем, там просто идет стака. И вот у нас показывается, что-то я неправильно сделал, меньшее бравно, а, сори, вот здесь вот. Поэтому у нас получается от 1 до 31, и если мы возьмем следующий месяц, ну, как взять следующий месяц протестить, вот взять, где тут у нас наше приложение, сори, 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 вот вот тут, вот и сказать, месяц плюс 1, вот смотрите, что получится, 30, да, там, и так далее. Но ситуация до сих пор плохая, потому что мы не видим сейчас, чтобы у нас понедельник начинался с пятницы, вот он. А если мы сдвинем на пятницу, то, что касается следующего месяца, там тоже будет не совсем понятно, как ему идти, видите, да, вот так вот. Что делать? Наши разработчики всегда знают, что делать. Нам нужно узнать номер дня недели, с которого начинается месяц. Вот это вот, номер дня недели. Что это за номер дня недели? Уберем текущую дату. И говорим, да, текущая дата, current, точка, get, чего? Get day. И это возвращает нам номер дня недели. Вот посмотрите, пожалуйста, у нас пятница в марте соответствует чему? Пятому дню. Это правда, потому что воскресенье по джаваскриптному начинается с нуля. И значит, у нас пятница пятый. Это универсальная работа. Работает универсально в любых случаях. Вот так. А нам его надо, этот индекс, теперь как-то пересчитать так, чтобы он указывал не на 5, а на, поскольку мы с нуля нумеруем понедельник, надо, чтобы он указывал на что? 0, 1, 2, 3, на 4. Вот. Минус 1 сделать просто так мы не можем, 0 нарушится. Поэтому мы всегда делаем вот так. Плюс 6. Сегодня в дневной группе джаваскрипта спросили, как мы должны были эти получить. Эмпирически что ли? Нет. Путем экспериментов, путем пробы. Может быть, можно посмотреть там, как пишут другие разработчики. Но еще раз, это вот не самый страшный код, который вам встретится. Это достаточно часто встречающаяся ситуация. И вот когда мы получили этот индекс новый, последнее, что мы должны найти, количество дней нашли, индекс нашли. Нам нужно найти и указать величину, которая подскажет нам, с какой части должен начинаться вот этот вот месяц. Вот с какой, с какой дня. Мы возвращаемся к вот этому, мы говорим, минус вот этот индекс. Мы вычитаем. Получается, что у нас не начинают номероваться с нуля, а нулевые, мы сказали, не будут выводиться вот здесь. И у нас получается с 1 по 31 проверяем, да, оно действительно совпадает. Все. Фактически, календарь у нас с вами готов. Но я никогда не люблю останавливаться именно на вот этом фрагменте. Потому что название месяца и год-то тоже надо написать. Поэтому мы идем куда-нибудь в интернет. Я беру, скорее всего, что-нибудь типа datapit.js.ru. Это скрипт из библиотеки, известной, популярной, в которой можно быстро выцепить название месяцев на русском. Потому что вручную писать их точно мне неохота. Вот они все есть. Вот тут вот. Ссылка в чат на всякий случай, если кто-то у нас удержался и, так сказать, старался повторять. И, например, ну можно сокращенные, можно полные. Вот они все эти названия месяцев берут. И вот сюда куда-нибудь, ну давайте куда-нибудь вот сюда размещаю. Тут интересно происходит то, что наш вот этот вот сервис, с которым мы сейчас работаем, всегда форматирует массивы вертикально. Вот сейчас сохраню, видите. Вот так вот. Они все вот так вот в перечень сразу выводятся. У нас Евгений подсказывает, что там есть tool-local string в JavaScript. Это действительно так. Но в описаниях по совместимости, по совместимости, к сожалению, там такой метод, он может работать не одинаково в разный браузер. Поэтому я, когда тестил, решил остановиться все-таки на грубом копипасте из чужого кода нашего фрагмента. Плюс наш календарь сейчас достаточно простой. Минус такого варианта в том, что мы затачиваем наш календарь на чем? На кириллических названиях месяцев. И это, конечно, не очень. Но наша задача сейчас не выстроить супер-мега-архитектуру, а попробовать построить еще раз первый пример, который мы делали на начальных курсах JavaScript. Ну и остается нам вот тут вот очевидно указать, что caption. Я беру и говорю caption. Капшин открылся. Капшин закрылся. Это все JSX. Внутри пишу первое выражение. Раз. Это будет текущий год. Проверяем. И год показался. Второе выражение. Это будет текущий месяц. Вспоминаю, как он называется. Он называется у нас Month Names. Ну и кажется, я успеваю в последнюю минуту построить календарь. Конечно, все-таки мало. 40 минут для этого. Чтобы все и прорекламировать, и показать. Ну и вот здесь приклеиваю плюс. Вот такой вот. Вот мы построили с вами календарь. На что? На один месяц. Он у нас работает. Здесь есть еще куча вариантов по развитию ситуации. Подсветить текущий день. Подсветить выходные. Сделать кликабельными кнопки. И так далее. Там поработать с классами состояния. Там создать календарь на следующий месяц. Тоже очень классно, интересно. Можно это сделать. В данной ситуации это сейчас плюс один. Либо там четыре нужно оказать. Вот пожалуйста. Он уже нам на апрель построил. Там на другие месяцы тоже можно построить. Давайте еще другой месяц поставим. Потому что. То есть с понедельника. Некоторые могут подумать, что они у нас все с понедельника. Ведь они считаются нормальными. Поэтому создав один раз какой-то месяц. Вы можете дальше его развивать и развивать и развивать. Не используйте этот код в продакшене. Потому что он написан на скорую руку. Существует огромное количество уже созданных календариков. Которые можно прикреплять аналогично импорту нашего реакта. Из включенной библиотеки. Вот из этой. Сам пример построен. Ну и у нас остается формальная вещь. Это вопросы. Если они есть. Пожалуйста пишите в чат. Я пока перейду на страницу с нашим фрагментом презентации. Покажу, что ближайший курс у нас 25. Это режим занятий онлайн. То есть режим занятий очный. В нем уже присутствует библиотеки. Остальные у нас открытое обучение. Поэтому там формат немножко такой. Не совсем привычный для многих. Пока никто не разбежался. И пока вопросы еще не задали. На последнем слайде презентации. У меня есть маленький бонус. Я успел это сделать. Не помню. Недели две, полторы назад. Это ссылка на ролик. в ютюбе. Который рассказывает о том, как в тру подходе, в тру стиле взять ноду.js, вебпак, бейбл, ряк. И настроить так, чтобы это работало все, как сейчас. Вот в этом нашем. Для многих первый раз познакомься с сервисами. Куда. Санбокс. Саму ссылку на результат я вам отправляю в чат. Можете на досуге посмотреть. Ролик. Как же там его. Вот так вот. Тоже скину. Там даже я сам попал в физиономию. Тоже скидываю. Можете посмотреть. Получился достаточно большой. 30 минут. Но там весь этот процесс от начала до конца рассмотрим. Друзья, я благодарю всех за внимание. И формально у нас семинар подошел к завершению. Надеюсь, мы с вами еще увидимся на грядущих курсах. Если да, то буду рад видеть. Если нет, ну извиняйте, если что-то не понравилось. Старался выбрать удачную тему. И вот то, что запланировал, показать, показал. У нас возник вопрос, друзья. Это тоже попадет в вебинар. Почему ровс равна 6, когда у нас, вообще-то говоря, есть возможность рассчитать реальное количество строк. Да, это очень актуальный вопрос. Давайте подумаем, как быстро он по горячему исправит, что последняя строка у нас спряталась для случаев, когда месяц у нас идет именно на 5 недель. А не как там бывает иногда в календаре. Хочется сразу привести пример. Например, 1, 2, 3, 4, 5. Тут тоже 5. Тут у нас вот 6 пример. Значит, как это сделать? Мы должны внутрь роста написать не просто 6. Мы должны тут написать, во-первых, взять индекс. Во-первых, взять индекс. И сложить этот индекс с количеством дней. То есть индекс – это у нас что? Это вот эта вот часть, которая тут была. Количество дней – это что? Это у нас сколько мы там посчитали? 31 для первого случая. И потом, когда мы это все посчитали, нам надо это поделить на 7, сколько дней в неделе. И округлить большую сторону. Хотя у меня вот тут как-то получается очень любопытно. И без округления я прямо озадачен, как так прям ровно получилось. Ну-ка, mass sale, хочу сказать, я вот здесь вот круглую скобку потерял. Вот так вот. И вот этот вариант более надежный будет, поскольку если бы я mass sale не написал, то в этом случае… Какой сейчас мы видели календарик, который показывался с большим количеством дней, не помните? Что там за месяц был? Ну, давайте посмотрим еще раз. Это был… О-о-о, это был… Это был сентябрь, это девятый месяц. Девятый месяц по нумерации джаваскрипта, это номер 8, сентябрь. И что мы видим? И все равно он правильно у нас выводит. Ну, может быть я перестарался, и на этом нужно остановиться. Почему-то я всегда прикидываю, что нам там надо округлять, чтобы красиво было. Но я вижу сейчас, что и так работает. Ну и ок. То есть он там берет это с запасом. Вообще я прям чувствую, что здесь где-то прям будет… Я лучше я оставлю, да? Когда я занимался этим календариком, так сказать, изучал его внутренне состоянием, не были случаи, когда этого… Опс, так, 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 чтоб не сюда, не сюда. Вот у нас это выходило боком. Вот поэтому я, чтобы на школе остался 100% визабельным, вот на этом остановлюсь. Вот так. Окей. Спасибо, что отметили, потому что реально это бы осталось не очень красивым вариантом. Пожалуйста, еще вопросы.